Мубарак не сахар, не подкупный, не святой, не дервиш. Он человек, который полностью по уши, и во взятках, и в деньгах, и в крови, и бог знает о чем еще. Но это свойство всех авторитарных режимов в регионе, это свойство мест, в которых они находятся. Так эти места устроены, послеколониальные, чтобы навести там какой-то порядок, приходится применять достаточно жесткие средства. Но Мубарак, применяя все эти средства, обеспечив в кризис, когда мы рухнули, и у нас все покатилось в минуса, минус 3%, минус 4%. Египту, если мне не изменяет память, 6 или 7% роста Египту, понимаете? Мубарак человек, который для бедных принял социальные очень важные решения, там очень дешевый хлеб, гораздо более дешевый, чем в Москве. Мубарак человек, который дал развиваться этому среднему классу, который его и погубил. Рестораны Каира набиты битком, там полные люди с всеми полагающимися лаптопами, etc. Он все это сделал. Он обеспечивал этот рост по-азиатски, рост в стране, которая осложнена гигантским количеством внутренних противоречий. Он все это сделал. Эти противоречия есть всегда. Всегда есть определенное количество недовольных. Узловая точка авторитарных режимов не в этом. Узловая, болевая точка этих режимов заключается в том, насколько они, во-первых, коррумпированы, и, во-вторых, насколько эта коррупция носит особый характер, который я называю счетократия. Я не восхваляю коррупцию. Коррупция всегда отвратительная. Я сейчас рассматриваю все как математик, как социальный математик, как математик, занимающийся организационной схемой. А там математика, как понимаете, нет плохого и хорошего. То есть большое, маленькое и так далее. Итак, если бы эти коррупционеры держали свои деньги в Египте или в каких-нибудь своих потаенных сараях, в египетских банках, я имею в виду, или в потаенных сараях, набитых бумагой, то это было бы в этом смысле до власти, я не говорю для народа, я не говорю для морали, а для власти, полбеды. Но они же деньги вывозят. Если большие деньги, то чаще всего они их вывозят не на черные офшоры. Там много не спрячешь. И как-то уж больно грязно. Они вывозят их в достаточно белые места, которые, открою секрет, полностью подконтрольны двум странам. Американцам, если это не Гонконг, и Китаю, если это Гонконг. Все. Китайцев не очень любят, потому что китайцы проценты платят, но деньги трудно отпускают со своей территории, особенно если обнаруживаются проблемы у тех, кто их туда переводит, а проблемы сразу обнаруживаются. Значит, чаще всего, и по преимуществу, это зоны подконтрольны американцам. У меня есть друзья, достаточно компетентные по конкретным вопросам Египта, Африки в целом, которые говорят, что там и шла борьба между начавшимся китайским влиянием на эти счета и группами, которые начали перекладывать деньги в Китай. По понятной, опять-таки, причине. Положишь деньги на Запад, там процент маленький. Положишь Китай, там большой. И группами, которые по-прежнему ориентировались на Америку. Если бы все арабские деньги в итоге начали переходить в Китай, то для американцев это полная катастрофа, поскольку если это все арабские деньги, это триллион долларов в год. И это крах финансовой системы. Поэтому американцы послали месяч раньше, чем это произошло. Но это есть говорить о внешнем, а теперь о внутреннем. Если люди переводят эти деньги в зоны подконтрольны американцам, то американцы рано или поздно это обнаруживают, поскольку это большие деньги. И тогда нежно приходят к этим людям и говорят, слушай, дорогой, вот твои счета. В Викиликсе, в Депешах, там просто эти счета называются, если кто-нибудь поинтересует, там номера счетов стоят длинные у этих представителей, так сказать, счетократии, армейской, репрессивной. Да, вот твои счета. Что ты будешь делать? То, что мы говорим, твои счета будут в порядке, и дети твои будут в шоколаде, и все прочее. Но тогда ты парализуй действия репрессивного аппарата, потому что нам это нужно. А если ты будешь делать то, что тебе говорит твой мубарок, то твои счета будут арестованы. С детками твоими все будет не так, и так далее. Если режим счетократический, то репрессивный аппарат очень быстро переводится из-под власти местного правительства, диктатора, под власть американцев и всех других. А вот дальше начинается главная песня. Когда этот аппарат полностью переведен под власть американцев и перестает быть местным репрессивным аппаратом, а становится вот таким вот обществом на паях, joint venture, совместным предприятием, а потом долю перекупают полностью американцы, то они обесточивают аппарат и говорят двум группам, с которыми они ведут разного рода контакты. В одной группе, либеральной, я их называю глобики, от слова глобальная, не гномики, а глобики. Это люди со всеми этими компьютерами, и со всем хорошо путешествующие по миру, и вообще уже существующие в зоне вот этих американских и глобальных ценностей. С ними они общаются открыто. Есть депеши, которая начала посылать посол Соединенных Штатов Америки, она их начала посылать 30 декабря 2008 года, объясняя, как именно будет готовиться египетская революция. Это секретные диспеши, которые вывалил этот Викиликс. Вот там прямо сказано, как это все будет делаться. Есть статьи самых авторитетных американских и английских газет, в которых рассказано, где именно были лагеря, кто тренировал этих глобиков. Их тренируют открыто, то есть их прячут от египетского правительства, их вывозят, секретят их имена, но контакты с ними не должны компрометировать их тусовку. Ту часть массовки, которую они должны выводить на улицу, потому что массовка любит американцев. А вот с такими, как братья-мусульмане и другие, контакты ведутся гораздо более закрытые, потому что если они обнаружатся, то массовка огорчится. Контакты отверлись всегда, они велись еще, когда братья-мусульман создавали с англичанами в зоне Советского канала. Все эти знают истории, знают всегда, кто сидел на этих контактах. Там есть такой Уорд Кромер, которого все время называли, который сидел в этой зоне Советского канала, и на чьи деньги были построены первые мечети братьев-мусульман. Это другой канал. Это две массовки. Если думать о нашем будущем, обо всем, то есть фундаменталисты и есть либералы. А раньше фундаментализм, вот что такое продемонстрировал и Египет, и все остальное, соединение фундаменталистов и либералов, бородея и братьев-мусульман, против авторитаризма, светского авторитаризма, полусветского, мобарок. Репрессивный аппарат отключен, и тогда американцы говорят и первым, и вторым, ребята, можно выводить своих людей, противодействия не будет. А вывести 30, 40, 50 тысяч всегда можно. А когда выясняется, что режим боится, поджимает хвост, а он поджал хвост, когда начали выводить людей, и репрессивный аппарат оказался парализован. В этот момент из 100, 200 тысяч, это может быть и 10 миллионов, и 5 миллионов, это уже не важно сколько. Это такой карнавал. Уже можно. И тогда весь этот тусняк двойной, либерально-фундаменталистский, сносит авторитарный режим, а дальше его заводят назад в стойло. Итак, самая больная точка, это является ли репрессивный аппарат авторитарного режима счетократическим. Вот в Китае не является. Там есть власть партии. Во Вьетнаме не является. Вот у Каддафи произошло 50 на 50. И второе, насколько слабонервен авторитарный политик, которому начинают ставить такие условия. Готов ли он идти до конца? Ломается ли он где-то посередине? Удастся ли им сломать Каддафи? Сколько раз уже говорили, что Каддафи бежал. А Каддафи сказал, что я хочу умереть там. Ну, есть люди вообще и в таком возрасте, в особенности, которые действительно хотят умереть. Ну, вот тогда, если они идут до конца, за ними есть народная поддержка, есть поддержка хотя бы части военного аппарата, то американцы оказываются очень тягостных проблем, и должны посылать авианосцы. А дальше возникает следующий вопрос. Всеми средствами можно поддерживать революцию. Ну, ты вывел 20 тысяч людей с автоматами, да, уже революция. Теперь ты выкинул своих десантников. Вот тебе поддержка революции. Ребой режим можно скомпрометировать. Вот мне говорят, что Каддафи бомбил массовые демонстрации. Вот вы это верите? Ну, это просто очень неэффективно. Я понимаю, что их можно расстреливать. А зачем бомбить? Такие уже сказки, да. И, значит, из любого можно сделать демона. У Саддама Хусейна искали химическое оружие. Потом его повесили. Химическое оружие не нашли. Вот примерно, что, с моей точки зрения, представляет собой эта схема. Если ее рассматривать в первом приближении. А есть второе приближение, гораздо более серьезное. Оно заключается в том, что весь этот танец, весь этот квардак по всем регионам, это часть большой игры, при которой действительно происходит смена глобальной архитектуры мира. Кому-то нужно, чтобы определенные зоны не развивались вообще, а не прекратилось их развитие. Американцы строят этот большой юг, в котором развития не будет. И который будет бурлить, и который можно будет направить, в основном сейчас, на Большой Восток, развивающийся. Индия, Китай, там, не важно, Южная Корея, там, ну, во все эти страны, которые дают высокие темпы роста, и которые опасны для американцев, потому что Китай вот-вот обгонит США и так далее. Походя захватят и нас. Но в основном, как транзитную зону, по которой юг должен пройти на восток. Вот эта большая игра, она достаточно очевидна, но ее никто не хочет видеть. Вот ты приводишь абсолютные аргументы в пользу того, что она есть, а ее никто не хочет видеть. Вот есть такая вещь, что когда нечто, что нужно объяснить людям, может быть, является безумно очевидным, но у людей внутри нет аппарата для осмысления этого нечета, мозги завернуты в другую сторону, то вот даже ты показываешь самое очевидное, что может быть на свете – факты. А люди говорят, да нет, это что-то другое. Ну как другое, дорогие? Кандали Сарайс в 2005 году в будущем госсекретарем США выступала и говорила, я цитирую, в американском университете в Каире, это было, если мне не изменяет память, июнь 2005 года. Она говорила, мы демонтируем тот порядок, который поддерживали и устанавливали на протяжении предыдущих 60 лет, то есть с конца Второй мировой войны, да, 2005-й, 45-й, 60 лет. Мы теперь перестаем опираться на то, на что опирались. Она имела в виду Саудовскую Аравию, Израиль, Египет и все остальное. Мы теперь позволим тяжелую работу сил демократии везде, без всякой оглядки на стабильность. Я цитирую, почти буквально. Госсекретарь выступает, говорю, люди, ну посмотрите, коллеги из разных стран мира, что она говорит? Нет, никто не обращает внимания. Что теперь говорит Сорос? Он говорит, да, в результате работы тяжелых сил демократии победит в итоге такая сила, как братья-мусульмане. Это самое крупное организованное сило в Египте. Но это укрепит американское могущество. А контакт с авторитарными режимами, обеспечивающими стабильность, подрывало американское могущество. То есть новая формула американского могущества Америка плюс братья-мусульмане. Теперь находятся люди какие-то странные, которые говорят, да что там братья-мусульмане, это социально-благотворительная организация, она с 1971 года ничем таким плохим не занималась. Как не занималась? А кто в 1981 году резал кадетов в Алеппо, готовящихся артиллерийских офицеров? Кто их резал? 89 человек, братья-мусульмане. А кто потом Садата убивал, пытался убить? Братья-мусульмане. Когда Садат потом их месил, так сказать, военно-репрессивными способами, он за что их месил? За социальную боготворительность? Ну что сказки-то людям рассказывать? Братья-мусульмане это халифатистская сила, которая хочет построить всемирный халифат, которая безумно, так сказать, жестка в этих своих требованиях, но которая всегда уклоняется, как только речь начинает заходить о том, что это она все делает. Кордави, один из ее кумиров, с детства находившийся в братьях-мусульманах, который был вообще ее лидером номер один, начал посылать фетвы, что в Чечне надо взрывать неверных и так далее. Уже в 2004 году я такие фетвы читал. Потом он говорит, а я вроде как уже не братья-мусульмане. Как не братья-мусульмане? А где же вы, господин Кордави? То есть они мгновенно, когда им надо сделать любой более-менее эксцентричный, радикальный жест, они там уходят, перегруппировываются, так сказать. Надо было начать заниматься садатом. А братья-мусульмана в Каус, радикальная группа, начал этим заниматься. А вроде братья-мусульмане тут ни при чем. Но уж в Сирии-то они были точно при чем. И все это знают, поэтому рисовать их какой-то странный имидж не приходится. Поэтому, конечно же, в итоге все понимают, что победит халифатистский, достаточно радикальный ислам. И Америка хочет этого. Это план Бжезинского. Если план Киссингера состоял в том, чтобы опираться на Саудовскую Аравию, на все эти стабильные регионы, Египет и все прочее, то план Бжезинского всегда состоял в том, он главный был по плану в Афганистане. Америка плюс радикальный ислам и есть тот альянс, который обеспечит через хаос, так сказать, господство Америки новыми методами. А теперь Кандализа Райс в этом году уже, сейчас после событий, заговорил о турбулентности. А кто-то уже говорит прямо, что это турбулентность типа G. Значит, все говорят уже о хаосе. Все говорят эти слова, а их не хотят слышать. Потому что в мозгу что-то там склеилось, какие-то есть стереотипы, которые стали важнее реальности. Израиль, Соединенные Штаты никогда не пожертвуют Израилем. Соединенные Штаты последовательно жертвуют Израилем, который нужен был им в эпоху, когда СССР и США были в противодействии. Израиль был непотопляемым авианосцем в США и который сейчас им мешает. А в случае, если они хотят вступить в альянс с радикальным исламом, о чем говорит Райс, Клинтон, Сорос, все говорят подряд. Если не хотят этого альянса, то Израиль будет смертельно мешать. И, конечно, во имя геополитических интересов они им пожертвуют. Спаскнут, но пожертвуют. Нам же надо думать о себе, потому что я просто вижу, как эта волна нагретого юга начнет взламывать Кавказ и изливаться на нашу территорию. А также через Среднюю Азию польется тоже сюда. Мы воевали в Афганистане, потом, отступив из Афганистана, воевали в Фергане. А теперь оказывается, что нам надо будет держать Оренбургский коридор от этого самого нового злосчастья, в котором все видят тяжелую работу благородных сил демократии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова